всем привет спасибо что присоединились сегодня будет ремонт рулевой системы на volvo 240 будем менять рулевые наконечники пыльники и заменим шланг давления рулевой машина ведет себя не очень хорошо на дороге есть посторонние стуки вышли из строя внешние рулевые наконечники с обеих сторон диагностика очень простая приподнимаем машину и по горизонтали дергаем колесо и как мы видим люфтит такой уже довольно таки хороший люфт немного этот запустил поэтому теперь надо это менять уже срочно то же самое обнаруживаем и с другой стороны и итак приступаем головка на 10 миллиметров откручиваю пару болтов и снимаем защиту двигателя честно скажу признаюсь обожаю работать на этой машине и и легко ремонтировать много места ничего сложного есть книжка по ремонту поэтому получаю удовольствие также хочу напомнить что я не профессиональный механик это мое хобби поэтому сильно не судите некоторые вещи возможно делаю неправильно вот например здесь наверное этого бесполезная трата времени очищать резьбу так как все равно это пойдет в мусор а тем не менее берет буквально дополнительную минуту и намного проще все откручивается следующая приблуда использую уже не первый раз очень помогает далее проверяется внутренний наконечник вот таким образом его дергаешь и он довольно таки хорошем состоянии он не люфтит но пойдет под замену и так дальше здесь у меня был сюрприз как мы видим пыльник какой-то подозрительно мокрый он в масле здесь я поленился взять какие-то острые щипцы поэтому немножечко там помучился и как только я вскрыл пыльник что этом обнаруживаю куча масла но что удивительно что на протяжении многих лет жидкость в рулевом резервуаре вообще не падала уровень не падал то есть я никогда не добавлял жидкость и очень много масла здесь в пыльнике меня это немного честно говоря расстроило потому что сразу идет подозрение что течет рейка вот столько масла вылилось оттуда поэтому будем смотреть что с этим делать опять же много лет масса не добавлял возможно это какая-то старая утечка у предыдущего хозяина хотя машина у меня в руках с 2011 года с водительской стороны никаких следов масла слава богу здесь все сухо пыльники все равно пойдут под замену по какой-то причине здесь была намотана изолента черт его знает далее откручиваем наконечник используя вот такой ключ для труб теперь было просто интересно посмотреть как работает рейка вот так ходит туда-сюда масло не течет ручьем вообще ничего нет сухо выглядит все выглядит чистенько повторяем все с другой стороны красота и вот Продолжение следует... Здесь я заодно заменил косточки стабилизатора, включая втулку стабилизатора. Это будет отдельное видео. Решил немножечко обновить. И так видео вышло довольно-таки длинным, поэтому решил сделать отдельное. Теперь есть два типа рулевых рейк. Cam rack и ZF rack. Как определяется, если у пыльника маленькое отверстие это Cam, как у меня, если широкое отверстие, как мы видим справа на картинке, то у вас ZF. И таким образом заказываем запчасти правильные. Итак, что я заказал? Внешние рулевые наконечники. У нас фирма Lemforder. Вот они, сделаны в Малайзии. Номерки я все укажу в описании к видео. Внутренние наконечники тоже Lemforder. Вот номер запчасти, сделаны в Турции. Пыльники отличаются. Водительская сторона более короткая, чем пассажирская. И поэтому номера запчастей. Вот это будет левая сторона. А вот это будет правая сторона. Но можно установить и длинные пыльники с обеих сторон. У меня есть еще один длинный пыльник, поэтому посмотрим, как пойдет. Также идут металлические клеммы, зажимы оригинального стиля. Резина очень хорошая, мягкая и гибкая. Пришло время собирать. Собираем все, как должно быть. И примерно примеряем к оригинальным наконечникам. Естественно, точно не получится, но хотя бы как можно ближе к оригинальным наконечникам. Так как машина все равно сразу же пойдет на сход-развал. Вот так это выглядит. Примерно я накрутил внешний на внутренний, чтобы хоть как-то совпадало, чтобы хоть доехать до гаража. Устанавливаем в обратном порядке, накручиваем и ключом аккуратненько затягиваем. Надо здесь аккуратно, так как у инструмента есть очень большой рычаг. И можно перестараться. Аккуратненько затягиваем без огромного усилия. С обеих сторон я использую одинаковые пыльники, более длинные. Хорошо я заказал и как полагается короткие, и два длинных на всякий случай правильно сделал. Теперь здесь я буду использовать временно пластиковый хомут. Хочу немного поездить, потом вскрыть и посмотреть, если там есть утечка масла. Если все будет нормально, установлю уже заводские металлические клеммы, хомуты. Не было у меня точных спецификаций по затягиванию здесь, поэтому просто на ощупь. Также и контргайку разводным ключом затянул. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Повторяем то же самое с обратной стороны и вот результат. Новые наконечники, новые пыльники, временно установленные пластиковые хомуты. Далее переходим к шлангу давления рулевому. Заказал фирмы Gates на RockAutos Америки. Использую помпу. Извлек максимальную жидкость резервуара. И теперь откручиваем шланг от рулевой помпы. Здесь видны размеры ключей на экране. И готовимся ловить жидкость. Да, немного потекло. Быстренько взял тряпочку, прикрыл. Надо было заранее тряпочку подложить. Шланг внизу. Здесь два соединения. Обратный шланг и шланг давления. Выкручиваем болт. Этот болт, он такой хитрый. Он сквозной. Через него проходит жидкость. Опять же, очень удобно. Есть место работать. Все очень доступно. Вот он виновник. Здесь он уже у меня, как мы видим, давно подтекал. Следы пыли, грязи. Видно, годами тек. Но, опять же, жидкость я никогда не добавлял. Интересное устройство. Посреди шланга по ходу установлен такой магнит с хомутом. Надо его сейчас перекинуть. Хорошенько отмыл. И оказывается, что новый шланг по диаметру тоньше. И этот магнит сидит немного, скажем так, не плотно. То есть, совсем не плотно. Прокомментируйте внизу, для чего нужен этот магнит. Я так полагаю, он привлекает к себе какие-то металлические частицы. То, что есть, будет он у меня вот так вот внизу где-то жить. Ну, по крайней мере, он установлен. Другого варианта я не видел, как это сделать. Устанавливаем шланг на место. Аккуратненько затягиваем. Внизу идут два вот таких уплотнительных колец. Чтобы не текло. Значит, один сверху, один снизу. Здесь я использовал, опять же, не использовал динаметрический ключ. Просто на ощупь. И беда. Короче говоря, я перестарался. Думал, что уплотнители хорошенько сожмутся. И, пожалуйста, я сломал этот болт хитрый. Теперь машина застрянет на несколько дней 100%. Надо искать болт. Позвонил в городе. Ничего подобного в наличии нет. Но зато мне помог дилер. Из Торонто приехал новый болт спустя два дня. И также два новых уплотнительных кольца. Номерок виден был на экране. Проверил сервисную книжку. У меня есть книжка по ремонту. Там указано 31 фут-паунд усилия на этот болт. Поэтому в этот раз буду аккуратно затягивать динаметрическим ключом. Вы можете... 31 фут-паунд я сейчас укажу на экране. Еле-еле здесь подлез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ура! Ничего не сломал, слава богу! Далее отсоединяем обратный шланг от резервуара. Тонкий шланг это обратка, толстый шланг это подача на насос. И здесь я немного помучился, я никак не мог стянуть шланг с резервуара. И боялся, что я просто отломаю пластиковое соединение от резервуара. Поэтому решил просто отрезать шланг, так как понял, что длины здесь хватит. Вообще сидело просто нереально. Долго мучился, пытался его снять, но... Короче, решил отрезать. Здесь идет обычное трансмиссионное масло. Значит, штуцер резервуара чем-то затыкаем, чтобы не вытекало. Обратный шланг опускаем в какую-то тару, чтобы ловить масло. И таким образом мы сейчас прокачаем систему новым маслом. То есть, что я делаю? Я кручу руль лево-право до упора. Жидкость выходит в пластиковый кувшин. И постоянно доливаю в резервуар новую жидкость. Важно доливать вовремя, иначе попадет воздух в систему. Продолжение следует... Здесь хватает 2 литров. Видим, что масло уже выходит чистое, красное. Убираем блокирование штуцера. И возвращаем обратку на свое место. Как мы видим, длины здесь вполне хватило. Далее я решил добавить вот такой продукт, который останавливает утечку рулевой системы. И скажу вам заранее, это была очень плохой идеей. Значит, по инструкции я залил треть вот этой бутылочки в резервуар. И что у меня получилось? У меня буквально в тот же день, сразу же после езды, у меня рулевая рейка начала очень себя интересно вести. Она начала закусывать. Поворачиваешь руль, и он аж прыгает, закусывает, неплавно поворачивает колеса. Я испугался. И сразу же, как только вернулся домой после схода развала, я сразу же эвакуировал всю эту жидкость. Купил еще 2 литра трансмиссионки и промыл систему, чтобы в системе было абсолютно чистое масло. Поэтому я вам не советую использовать таких добавок, потому что я боялся, что капец, моя рейка накрылась. Итак, в общем, все готово. Из-за того, что наконечники стоят кое-как по длине, машина должна идти на сход-развал немедленно. Когда поворачиваешь колеса влево, она аж приседает от пружины, как мы видим здесь. То есть это очень плохой индикатор, что оно все здесь не точно и неровно стоит разной длины. Вольво дилер принял меня в тот же день. Другие гаражи, у них не было места. Тут я заплатил, конечно, дороже. У нас сход-развал стоит дорого. Тем не менее, в тот же день они все сделали. Руль стоит ровно. Перестало вот это вот закусывание быть. Короче говоря, доволен. Машина стала ехать намного тише по ямам и очень сбита. Вот результат после сход-развала у дилера. Надеюсь, это видео было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.